Я буду рассказывать про Android VR 2.0. Скажите, кто здесь имеет часики под Android VR? Можете поднять руку. Кто-то есть. Хорошо. А кто из вас является Android-разработчиком? Хорошо. А кто пришел найти нон-стоп? Еще не все проснулись. Отлично. Да, это весной. Команда из DataArt и команда GDG Днепро были на Google I.O. Это крупнейшая конференция от Google. И на этой конференции обычно анонсируются самые крупные новинки в Android-разработке на грядущий год от Google. От автора. И мы видели там много разных часиков. Часиков, часиков, еще часиков. И даже сфотографировали свой все Google. Ну, не важно. И, как обычно, на этой конференции Vice President of Engineering отдела Android VR, Дэвид Синглитон анонсировал, что новое обновление Android VR версии 2.0, мажорное обновление 2.0, принесет нечто такое бомбовое, чего просто никто не ожидает. Это будет настоящий экшен. И, к сожалению, я не могу вам показать видео, но во время его презентации он показал видео в рекламу одних из часов нового поколения, которые будут поддерживать новый стандарт Android VR. Винкредитная модель, кажется, называется Nixon Mission. Главной фишкой этой рекламы было то, что люди с часами под Android VR занимаются спортом, занимаются лыжным спортом, сноубордингом, плавают, ныряют, просто везде и повсюду, начиная от своего гаража и заканчивая какими-то мега соревнованиями спортсменов, они с часами. Причем с часами не просто, которые показывают время или ваши шаги, а с часами реально умными, которые могут очень и очень много. И первый вопрос, который возникает у человека, который, если все-таки такой найдется, кто писал под Android VR первого поколения, как можно использовать часы повсюду? Потому что на беговую, на пробежку я не возьму с собой телефон, например. Ну, на нормальную пробежку спортивную, не на утреннюю. На какую-нибудь там винстерфинг жалко брать с собой шестой iPhone. Фу, сори, шестой Nexus. Ура, вы проснулись, отлично. Да, телефон мешает. И такие часы принесут что-то, какую-то независимость от телефона. Итак, что же в Android VR 2.0? С вами было такое, что вы где-то сидите и думаете, блин, как плохо, что я забыл телефон. Мне нечем заняться. Нет интернета, кошмар. И некоторых это приводит в ярость. У спартанцев телефонов не было. Сори. Так вот, самой большой проблемой Android VR 1 было то, что часы Android VR разрабатывались как приложение к вашему телефону. Это целиком разумно. Многие часы, такие как Pebble Watch и Apple Watch, они являются дополнением к вашему телефону. По ним нельзя звонить. С помощью них выход в интернет достаточно ограничен, потому что выход в интернет возможен только через телефон, опять-таки, с помощью определенных API. API эти реализуются с помощью Bluetooth. Вернее, Bluetooth Low Energy. BLE. Так вот, изначально Android VR разрабатывался для вот этой вот связочки, которая называется умным словом тетеринг. Кто-нибудь из вас использовал Wi-Fi тетеринг? Ура! Итак, Wi-Fi тетеринг вам немножко знаком. Это когда вы раздаете свой интернет через Wi-Fi со своего телефона, например, другу или на другое устройство. Так вот, этот самый тетеринг давал доступ к интернету и к сетям на часах через Bluetooth. Теперь этого может не быть. Может. Это такая оговорка, потому что обновление Android VR 2.0 получит многие часы, практически, наверное, все часы, кроме самых первых LG, которые не имели кнопки боковой. Но об этом чуть позже. И это обновление даст возможность использовать не только Wi-Fi, но и, в общем-то, LTE и, в общем-то, сеть. Здесь маленькая оговорка. Доступ к Wi-Fi есть в Android VR 1. Насколько вы, наверное, слышали, был апдейт буквально через пару месяцев после широкого распространения Android VR 1, который принес поддержку Wi-Fi, и, в общем, практически можно было писать приложение, которое имеет доступ к интернету там, где есть Wi-Fi. Эту функцию используют для того, чтобы найти свой телефон, если вы телефон свой потеряли далеко, там не добивает Bluetooth. Сейчас вот эти вещи будут доступны из API. и, в общем-то, будут равноценными. Это очень круто. На самом деле это очень круто. Есть на сегодня на официальном сайте Google Developers вы можете скачать превью SDK и скачать превью-версию, превью-имиджи операционной системы Android VR 2.0 для двух часов в мире. При том, что моделей огромнейшее количество. Одна из таких моделей часов – это LG Watch Urbane Second Edition. Скажу приятную новость. Вчера в Цитрусе видел, так что уже у нас в Украине появились. Когда-то приходилось с трудом их заказывать из Штатов или привозить их. И вторая модель – это Huawei Watch. Одна интересная вещь. То, о чем я говорил на предыдущем слайде про наличие поддержки LTE, она есть на сегодня у LG Watch Urbane Second Edition. У Huawei, насколько я знаю, такой возможности нет. Это связано с тем, что вы не можете в Huawei вставить SIM-карту. Собственно, то же самое будет с другими часами, которые позже получат эту самую поддержку. Что еще придет с возможностью иметь доступ к интернету непосредственно с часов? То есть вот. Да, кстати. Вот означает, что вы их не забудете. Они у вас привязаны к руке. Большой вероятностью вы с ними проходите целый день. Так вот, вы получите доступ к отдельному маркету. Во всяком случае, это анонсируют. Анонсируют, потому что пока месть в превью, которая стоит на моих часах, этой функции пока еще нет. Но в будущем анонсируют. Пойдем к технике. Хватит. Я вижу, вы устали. Скажите, что такое complications? Хорошо. У вас есть часы G-Shock или какие-нибудь Casio, у которых есть кроме стрелок вот этих, есть еще какие-нибудь штучки такие маленькие? Там что-то показывает. Секундную стрелку. Время в Сан-Франциско. Окей. Да, смотрите. На многих часах с давних времен люди старались добавить что-то дополнительное. То же самое было с Android Wear 1. Многие watch faces, это вот эта вот штука, которую вы видите на экране часов, они содержали дополнительную информацию. Это очень круто. Вы, как программист, можете написать себе watch face, который вам нравится, отобразить там логотип IT Non-Stop или DataArt, например, любоваться им, вспоминать о том, что вы были на IT Non-Stop, а можете видеть там какую-то еще полезную информацию. Например, заряд батареи, количество шагов, время в Сан-Франциско. Что там еще? Дату. Да, дату, кстати, стандартные часы, то есть дата – это дополнительная информация. Все эти вещи в Android Wear 1 реализовывались программистам. То есть вам нужно было нарисовать, придумать, как вот эта штука будет отрисовываться, реализовать это с помощью каких-то методов рисования на конвасе и организовать обновление данных. И еще иметь доступ к API, который вам дает вот эту информацию. Вы знаете, это на самом деле большая работа. Когда я посмотрел, сколько WatchFace было выпущено за последний год, которые реально люди в Штатах покупают. Покупают за 2 доллара, за 3 доллара. Вы знаете, огромное количество человека часов потрачено на реализацию вещей, в общем-то, одинаковых. Заряд батареи, заряд батареи. Что там? А, там заряда батареи нет, там есть заряд батареи. Заряд батареи. Каждый из этих разработчиков разрабатывал функции для того, чтобы это отобразить, вычитать эти данные, еще и как-то отформатировать этот заряд, чтобы это была не цифра, а что там с процентами или нет. Это одинаковая работа, проделанная разными людьми. Android Wear 2.0 приносит значительные облегчения разработчикам WatchFace. Эта вещь называется complications. Complications – это участки на экране ваших часов, которые вы можете использовать для вывода какой-то дополнительной информации. Тут даже пример есть. И да, можно почитать про то, как мучились люди за время разработки механических часов над complications. Они провели огромное количество экспериментов. Что можно будет отобразить с помощью этих самых complications? Можно будет отобразить короткий текст. Это логично. Можно будет отобразить длинный текст. Это тоже логично. Вот примеры длинного текста. Обратите внимание, что, ладно, может быть где-то еще будет сканшот. Длинный текст. Не обязательно такой формы. То есть на самом деле вы можете форму задать сами у себя в WatchFace. Это чуть позже. Можете отобразить range, range of values. Чтобы показать, что такое range of values, вот range of values. То есть у вас это значение, которое имеет, ну как бы это какое-то значение, 57%, да? Но максимальное у него тоже есть. То есть вы показываете в каких-то пределах. И можете показать какой-то прогресс. Вы можете показать картинки. В отношении картинок тут интересная ситуация. Я просто участвовал в небольшом проекте, в общем-то, именно с complication-ами для Android Wear 2.0. И фишка в том, что первая мысль, которая есть, иконка, это, наверное, вот эта штука и все. На самом деле ничего подобного. Иконку можно добавить к тексту. И вот это вот. И к короткому тексту. И правила заданий, скажем так, комбинации иконки и текста, они довольно-таки там не все так элементарно. Идея в том, что как бы вы, подавая свою информацию, вы можете подать к ней какую-то дополнительную, вот поясняющую. Чуть позже покажу пример кода. Да, и big picture. Big picture, это, собственно, можно ляпнуть вообще на весь экран. Вот у вас будет big picture. Как заявил Google, и многие разработчики из американских компаний мне говорили, что, о, круто, будет 8 complication-ов, можно на стандартных часах использовать. Я думаю, где, как? Так, если мы вернемся к предыдущему слайду, у нас здесь 6 по кругу. Ну, куда еще 2 втулить-то? Маленьких можно сделать-то. Вот. На самом деле, ключевая идея в том, что 8 complication-ов, это 6 по кругу, 1 по центру и 1 сам экран. Причем сам экран тоже считается complication-ом. В стандартных watchface-ах, типа elements-analog, вы можете задать просто картинку в качестве фона. Это тоже считается complication-ом. Посмотрим немножко на код. Все уснули? Кто на эти nonstop-е? Отлично. Кодить их достаточно просто. Главное понимать 3, наверное, ключевых момента, которые вам надо сделать. Первый момент – это идентификация вашего complication-а. То же самое, что вы делали бы вручную. Вы бы нарисовали этот участок на экране, и вы бы как-то его идентифицировали. Точно так же при использовании API для complications вы должны задать им какой-то ID-шник. 0, 1 и так далее. Все просто. В примерах от Google вы просто набираете массив из этих участков и все nice. Плюс вам нужно указать, какие типы будет поддерживать конкретный complication. С чем это связано? С тем, что… Ладно, на этом слайде. С тем, что вот это, например, short text, вот это, скорее всего, просто иконка без текста. И если вы будете пытаться запихнуть текст сюда, то, скорее всего, у вас что-то там пойдет совсем не так. На практике так оно и происходит. Второй момент. Вам нужно понимать, как обновляются complication-ы. Если раньше все писалось ручками, и вам надо было в своем watchface писать процедуру апдейта, кучу каких-то механизмов, которые фильтровали, какой конкретно complication вы апдейтите, то сейчас все просто. Вы привязываетесь к так называемому провайдеру. Есть провайдера? Нет, такая еще провайдера. Вот, есть провайдер, да? Вы привязывались к конкретному провайдеру. Этот провайдер поставляет вам данные, и он задает правила обновления. Причем каждый провайдер может иметь свои правила обновления, но вы конкретно это не кодите. Это все задано уже в провайдере. Единственный момент первого обновления, вот первого вызова on complication data update происходит тогда, когда вы выбрали провайдер. Собственно говоря, вы просто хотите задать первое значение. Здесь все достаточно просто. Да, как это работает? Как это работает? Complication Data. Да, вы храните какие-то данные о ваших complication в каком-то массиве, и вы туда сохраняете. Обратите внимание, на апдейте мы не производим такую прям прорисовку вручную, хардкодом. Нет. Мы получаем данные complication, это тип complication data, мы сохраняем их в какой-то массив до момента обновления. И вызываем invalidate. Кто рисовал на конвасе в андроиде? Ура! Кто-то уже знает. Да, что такое метод invalidate? Это сказать системе, что надо бы что-то обновить, и подождать, когда система это обновит. Итак, система будет обновлять, и мы придем в метод draw, ondraw. Sorry, я не стал весь метод тут приводить, потому что он просто не влез бы на экран. Рендеринг производится в методе ondraw, собственно, так же, как при рисовании на конвасе в любом view, который вы рисуете. И да, вы тут получите даже конвас, на котором можно рисовать. Вам необходимо будет каким-то образом выбрать из массива complication в тот ID, который вы обрабатываете. Самый простой вариант – пробежаться по массиву по ID-шникам. Выбрать complication data, который вы уже запомнили, потому что эти complication data могли прийти, ну, скажем так, не в тот момент, когда вы отрисовываете, когда-то раньше. Но явно не позже. Почему не позже? Правильно, потому что у вас не будет данных, если они придут позже. Вы нарисуете, и тут ничего нет. Отлично. Итак, проверить типы? Да, потому что если вы будете пытаться рисовать тип иконка, а там у вас нет иконки, а у вас есть short text, или тип image, а там у вас short text, то, скорее всего, вы не получите этой иконки, получите null. И хотя бы поставьте там проверку на null, но вполне возможно, что у вас просто крэшнется, потому что там таких данных нет. Поэтому нужно проверить, вот этот вот блочок нужно сделать с проверками, и после этого из complication data вы берете short text. То же самое можно get икон или что-то еще. Обратите внимание, это еще не string. Опа, не string это, это complication text, потому что из этого complication text еще нужно добыть текст. И, в общем, у него могут быть какие-то другие параметры. О других параметрах рассказывать не буду, они нам сейчас не актуальны. Но, тем не менее, помните, что там придет вам не string, а особый тип данных, специально разработан для этого API. Так вот, мы поговорили о том, что onDraw это отдельно, отдельно у нас есть провайдер, вернемся к провайдеру. Data провайдеры — это новый класс объектов, предназначенных для того, чтобы поставлять вам данные. Поставлять данные. Причем по центру будет стоять Android Wear 2.0. Цифру 2 забыли. Android Wear 2.0 будет разруливать с помощью внутренних своих API, разруливать, каким образом, какие данные вам будут приходить. Это как раз вот те таймеры и все остальное. Обратите внимание, здесь у нас текут complication data. Все очень просто. Данные текут от провайдера к watchface. Но update request почему-то идет в обратном направлении и не от watchface. В чем же дело? А дело в том, что data provider обеспечит вас данными только по определенным правилам. То есть, либо через определенный интервал, либо согласно каким-то внешним факторам. О, батарейка села, наверное. Похоже, да. А вы могли бы переключить слайд, если можно? Потому что я не могу. О, отлично. Так, смотрите. Еще одна вещь, связанная с вот этой схемкой. Провайдеров может быть много. Точно так же может быть много watchface. Эмблемка LiveSum. Приложение, которое считает, сколько вы съели калорий. Google особо отмечает такие приложения, потому что Google Fit сейчас умеет очень много, практически все. Но, как заявляют разработчики из Google, считать калории пока еще не умеют. Поэтому провайдер стороннего разработчика. Обратите внимание, что его очень хорошо рекламируют, потому что это одна из первых компаний, которая поддерживает дата-провайдеры непосредственно для watchface, в том числе и в угловых. Итак, что же происходит внутри дата-провайдеров? Внутри дата-провайдеров все очень просто. Это сервис. Кстати, watchface это тоже сервис. Этот сервис описан в манифесте. Что такое манифест-файл? Поднимите руку, кто знает. Отлично. А кто устанавливал интенс-фильтры в манифесте? Отлично. Итак, фильтры. Да. Фильтры будут служить для того, чтобы... Фильтры и метадаты будут служить для того, чтобы задать параметры вот этого самого провайдера. Что можно задать? Можно задать значок. Вроде бы мелочь, но без этого значка вот здесь вы вряд ли узнаете, что там за данные. Значок очень помогает. Что нужно еще задать? Нужно задать update request. Action complication update request. Параметр, который говорит о том, что ваш провайдер, ваш сервис не будет просто каким-то сервисом. Будет сервисом, работающим с конкретным экшеном. Intent-фильтры. Знакомое слово, да? Что еще? Провайдер config action. На самом деле эту штуку не реализовывал, но то, что знаю, вот эти провайдеры, вы их тоже можете конфигурировать. Пока неизвестно как, но принцип будет точно таким же, как для watchface. Если в watchface вы можете поменять цвет, какие-то настроек или те же самые complication дополнительные activity, которые не являются watchface, точно так же провайдер может быть настроен отдельно. Идем дальше. И, конечно же, поддерживаемые типы. В metadata вы должны будете указать все типы, которые ваш провайдер поставляет. Почему это важно? Это важно потому, что если вы вот здесь при выборе, вернее, если пользователь вот здесь при выборе вашего провайдера хочет найти данные для кружочка, не длинного текста, не long текста, а short текста, да, для кружочка маленького. Он думает, я сейчас в этот маленький кружочек хочу поставить там сумму съеденных вами калорий сегодня. А вы не указали тип, то он там не найдет ничего. Потому что watchface, configuration activity, вызывает с помощью интента список вот этих вот доступных провайдеров. И если у вас провайдер не задекларировался правильно, то его нельзя будет найти. И он как бы должен совпадать с тем, что юзер хочет. На самом деле, не суть важно, пока не доберетесь до кодинга этой штуки. Потом понимаете. Три действия, которые делает провайдер. Да, с провайдером все очень просто. Есть всего три действия. Одно действие – это активация complication. Это первый момент, когда мы должны подать первые данные. Может быть, это пустые данные. Может быть, там у нас провайдер пока еще вообще ничего не знает о том, что вы съели. Но при этом он должен что-то сказать, допустим, неизвестно. Тоже нормально, вполне. Non-complication activated. Non-complication update. Произойдет, собственно, обновление вашего complication. Deactivated. Нужно отписаться. Может быть, нужно погасить подписку под какие-то источники данных, как Google Fit, например. Или intent, который будет слушать вашу батарейку. Все просто. И, да, еще немножко сложного кода. Скучного кода, sorry. On-complication update внутри. Это как бы главный метод вообще, который работает. Вам тут тоже надо будет внимательно обращать внимание на типы, которые поддерживаются. Потому что ваш провайдер может поддерживать несколько типов. Опять-таки, матчинг. То есть, несколько типов провайдера, несколько типов компликейшена. И что слать в конкретный тип? Например, у вас есть процент от батареи. Да, там 50%. Если здесь будет short текст, то все окей. Если тут будет long текст, то, может быть, надо написать 50 словами. Я уже вижу зевающих в зале. Идем дальше. Тоже скучный слайд. Не знаю, о чем это. Да, это о том, что вам надо вызвать метод, статический метод complication manager для того, чтобы обновить ваши complication. Только после того, как вы закончили все ваши обработки данных. Неважно. Если хотите, спросите об этом. Да. Так вот. Немножечко картинок. Картинка. Вы сидите, пьете кофе где-нибудь в ресторане. Может быть, вы сейчас на какой-то важной встрече. Вам пришла нотификация. Она белая. И человек, который с вами разговаривает, сразу посмотрел и увидел все, что там написано. Ну, логично? Логично. Так вот. В Android VR 2.0. Сделали черный? Да. Да. Еще иконку поменяли чуть-чуть. Сделали меньше. Вот. Ну. Поменяли. Окей. На самом деле, в реальной жизни это прикольно, потому что вот часы, они темные обычно, да, и как бы на темном фоне там какой-то текст, он все-таки менее заметен. Ну, немножко менее заметен. А? Настраивать у прежнего нельзя? А, менять цвет? Нет, пока еще. Пока еще нет. В 3.0. Ждем. Следующей осенью. Нет, следующей весной. Окей. Что поменялось с сообщениями и с мессенджингом? Вернее, с нотификациями и мессенджингом. Просто нотификация, вы уже видели, она стала темной. В передачу к этому поменялся стиль нотификаций. У стандартного мессенджера, тех же хэнгаутов, нотификация, которую вы увидите, это небольшая карточка с превьюшкой. Ну, вернее, вы увидите превьюшку первый раз большую, через какое-то время она скроется, для того, чтобы она у вас не висела все время на часах, пока вы ходите, и кто-то может подглядеть. И там будет только значок. Значок, иконка, фотография вашего пользователя, который вам прислал это сообщение. В общем, все круто, достаточно конфиденциально. И плюс поменялся вообще формат, в котором можно вести переписку. Вот этот формат поменялся очень существенно. В первую очередь, он поменялся существенно, потому что вы можете непосредственно из вашего сообщения, если вы задали ему правильный стиль, из вашей карточки, нотификации, дать ответ. Причем ответы, кто-то смотрел видео с Google I.O., может быть, Keynote? Окей, окей, приятно, хорошо. Смотрите, на Keynote показывали и очень много внимания уделяли Google Assistant. Это такая новая крутая технология, которая будет встроена в Google Home. Это типа штучка, которая будет у вас стоять, как бутылочка воды дома, и вы можете с ней разговаривать, она вам будет давать подсказки, все круто. Да, но бутылочка не может, Google Home сможет. Google Assistant будет встроен в новые мессенджеры, которые не такие, как Hangout. Hangout останется отдельно, там появится Alloy Do, которые смогут вам внутри вашей переписки с человеком давать какие-то подсказки. Например, слушай, а идем, попьем кофейку. Идем, попьем кофейку, и вам сразу в мессенджере появляются подсказки. Можно пойти в такой ресторан, в такой ресторан, в такой ресторан, и вы можете там прям сразу выбрать, и типа, а идем, попьем кофейку, опа, там. Google Assistant – это очень мощный, очень интеллектуальный движок, поставляющий данные. Это на самом деле круто, это будет встроено в продукты Google, но разработчики, во всяком случае разработчики Android Wear смогут это использовать непосредственно в своих приложениях, даже в нотификациях. Для этого достаточно указать вот такую штуку, set allow generated replies, и у вас нотификация, вот эта умная, она вот здесь в generated replies подскажет контекстно-ориентированные ответы, а не только да, да или нет, как было раньше, а да или нет сейчас на следующих слайдах. Итак, есть просто ответ, есть интеллектуальный ответ, все это встроено в карточку. Карточка стала длинной, она стала черной. Белой, черной? Окей. Что еще добавилось из таких штук, которые можно кодить? Стиль. Notification, Compact Style, Messaging Style. Это тот стиль, который вам нужно задать для того, чтобы ваши нотификации поддерживали вот этот стиль длинный, с реплайами и с дополнительными реплайами. Почему вообще вот это нужно? Ведь выйдет новая SDK, поменяли бы все подряд. Очень многие часы будут долгое время, многие вендоры будут долгое время переходить на Android Wear 2.0. Пока, напомню, есть только двое часов, которые официально поддерживаются. И для того, чтобы ваши приложения, в общем-то, работали прекрасно с Android Wear 1 и внезапно не начали давать кучу подсказок, которые, может, вы не хотите давать пользователю, для поддержки Android Wear 2.0 вам придется немножко покодить. На самом деле совсем немножко. Идем дальше. Yes, no. Да, я говорил yes, no. Yes, no. Это было ужасно. Это не просто было ужасно. Это был единственный способ ввода. Это голосовой ввод. Итак, в Android Wear 1 у вас был только голосовой ввод. Или предефайн это ответы, абсолютно не интеллектуальные, абсолютно не привязанные к контексту вашего разговора, и вряд ли есть no, можно ответить на любой вопрос. Есть еще альтернативные вопросы. Кто знает, кто такой альтернативные вопросы? Отлично. Так вот, появились новые способы ввода. С ними вообще магия. Особенно с вот этим. Итак, появился аналог Scribble. Кто знает, что такое Scribble на Apple Watch? Нет? Хорошо. Вот это Scribble на Apple Watch. Только это называется Handwriting в Android Wear. Так вот, обе операционные системы, обновленные в этом году, будут поддерживать вот такую штуку. Вы можете писать все по экрану, и это будет транслироваться в текст вот так вот круто. И будет отправляться, когда будет закончено предложение, будет отправляться вашему собеседнику. Очень крутая штука. Рекомендую. Активируется нажатием, долгим нажатием вот этой кнопочки с клавиатурой, потому что короткое нажатие будет активировать вот эту клавиатуру. Которая тоже, кстати, довольно хорошая. Но если у вас большие пальцы, то это будет не очень удобно. Ну и, наконец, интеллектуальные ответы, о которых мы говорили. Итак, большая клавиатура. Какая классная вещь. Давайте подумаем, есть ли у нас экран, не знаю, там 320 на 320, наверное, да? Много ли там будет клавиш? И какие-то должны быть маленькие пальчики или ноготочки, чтобы это все тыкать? Так вот, фишка в том, что новые часы, которые поддерживают Android Wear 2.0, во всяком случае те, которые пока официально аттестованы Google, они имеют разрешение экрана 480 на 480 и довольно-таки нехилую плотность. Да, и еще они просто чуть-чуть больше. Вот это вот разрешение 480 на 480, мне, честно говоря, напоминает о том, что был когда-то из числа самых первых Android смартфонов, был такой Samsung Y Duos. Кто-нибудь помнит такой телефон? Хорошо. О, да, да, вы меня поймете. Там, где разрешение было 320 на 240 или что-то около того. И вот, какая милота. 320 на 240 первый телефон, а тут 480 на 480 часики, которые на запястье. Согласитесь, тут как бы в два раза больше пикселов. Окей. Итак, клавиатура, возможно, будет жить. И, возможно, будет довольно удобной штукой. Кнопка. Как я говорил, некоторые часы, скорее всего, не получат обновления до Android Wear 2.0. Почему они, скорее всего, его не получат? Потому что одним из ключевых концептов навигации и вообще UI в Android Wear 2.0 является кнопка. Вот эта кнопка. Казалось бы, что там в ней такого. Но разработчики Google, разработчики Android Wear решили, что те действия, которые вы делаете с помощью тапов, нередко проще делать с помощью кнопки. И, в общем, на нее большой упор. Пока вместе эта кнопка открывает вот такое красивое меню, которое полудугой. Это меню, в общем-то, ничем не отличается от того, которое было раньше. Но при этом оно, как утверждают разработчики из Google, позволяет вам видеть больше. По одной простой причине. Из-за того, что траектория движения иконок искривленная, вы видите как минимум на одну иконку больше. Плюс эти иконки немножко уменьшаются по краям. Кроме того, изменится движение для смены watchfaces. Тот, кто менял watchfaces на Android Wear 1, знает, что для этого нужно было нажать на экран. Нажать и подержать. Сейчас вы можете поменять watchface простым движением слайда в сторону. Раз, раз. И у вас появилась коллекция любимых watchfaces, которые как фейворит у вас. Фейворит закладки, наверное, в браузере. Которые вы можете выбрать. Например, вы хотите использовать по выходным фитнес-часы. У вас будет watchface Google Fit. И, например, по будням вы хотите использовать часы, которые вам показывают текущую дату и какое-нибудь событие из календаря. Вы можете для этого настроить два отдельных watchfaces или выбрать их. И они у вас будут просто переключаться с помощью свайпа. На самом деле довольно удобная штука. Но, к сожалению, если вы ведете активную жизнь или кто-то к вам прикасается, то, скорее всего, вот эта штука будет немножко раздражать, потому что будет переключать watchfaces. По каместе в Android VR 2.0, в том превью, который я пробую, эта вещь работает не очень стабильно. Но если, скажем так, если устранить фактор случайных касаний, это на самом деле очень удобно, потому что не нужно нажать и держать, или ждать, когда у тебя треснет экран под давлением пальца. И ты четко видишь, что происходит. Такие концепты общих изменений в Android VR 2.0. Теперь немножко, опять-таки, к скучным темам разработки. Это у меня? Нет? За сценой. Итак. Самым, наверное, сложным паттерном UI был 2D-пикер. Это вот такая вот штука, которую можно было настраивать по вертикали, по горизонтали, еще что-то добавлять. И это на самом деле очень и очень такая штука нетривиальная в разработке. Ее решили упростить. Точно так же, как с черной темой, предложили писать лаяуты вертикальные. Это на самом деле круто. Зачем париться? И будут эти лаяуты выглядеть примерно вот так. Это пример из Google Fit. Как вы видите, вертикальный лаяут, он не обязательно совсем уж плоский. То есть это не просто сообщение. Это лаяут, в котором можно поместить какие-то графики небольшие. Какие-то даже до четырех отдельных дисплеев довольно-таки много. Какую-то иконку. То есть все довольно динамично и прикольно. Что поменяется еще из таких глобальных вещей? На самом деле эти вещи более полезны, наверное, для пользователя. Но когда вы строите приложение, вам надо знать, что там писать в этих лаяутах. Что поменяется? Поменяется то, что раньше у вас в часах вверху был такой дровер, где можно было, например, включить беззвучный режим или режим театра. Сейчас эта вещь настраиваемая. То есть для каждого своего приложения, если у вас есть приложение, вы можете настроить этот дровер по-своему. Добавить, удалить какие-то компоненты. Все очень и очень похоже на обычный телефон. Эту вещь назвали Navigation Drawer. Тоже по аналогии с телефоном. У вас есть Viewport с основными данными. У вас есть Action Drawer. Это та штука, которую я уже показывал в мессенджинге. Все довольно просто и тривиально. Единственное, что этот Action Drawer, он тоже отдельно добавляется к вашему приложению. Вы там можете добавлять какие-то действия. Да, одна особенность. Те действия, которые здесь, вы можете разглядеть. Тут значок архивации и удаления. Раньше это было в горизонтальном лейауте. Сейчас у вас горизонтальный лейаут вверху, вертикальный лейаут внизу. Немножко сложнее. В общем, в XML это все выглядит так. Все очень просто. Весь XML не буду приводить. Анимашки не работают. Поэтому представьте себе, что все это двигается. Да, тут ничего такого интересного. Это одно из действий, которое может выпасть вниз из Action Drawer. Есть. Темная тема, как вы заметили, уже будет использоваться. И, приближаясь немножко к концу, давайте разомнемся. Встанем. Хорошо. О, отлично. Давайте, давайте, скажем. Окей, скажем IT non-stop. IT non-stop. Сядем. И сделаем еще вот так. Раз-раз. 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 Итак, переходим к теме фитнеса. Тема фитнеса. Да. Без движения никак. На самом деле, часы это круто. Телефоны это круто. Вы таскаете с собой это средство облучения, которое испускает радиоволны. И думаете, зачем оно вам нужно? Зачем? Вы бросили его? И ладно, пусть он где-то лежит. Но, если вы занимаетесь спортом, то Google вас подцепит на свой крючок. И Apple вас подцепит на свой крючок. Pebble. Кто там еще? Misfit. Fitbit. Итак, производителей фитнес-приложений и фитнес-устройств достаточно много. Реально много. Все они работают с определенными базами. У одних базы свои, у других базы другие, но они собирают ваши данные. После того, как вы встали, сели, проделали какие-то упражнения. Да, кстати, вот эта штука, это вообще Xiaomi Mi Band, она тоже, кстати, собирает мои движения. И как бы на самом деле таких датчиков очень много. Многие люди это используют в своей жизни. Кто-то для трекинга сна, кто-то для трекинга движения, кто-то для количества сожженных калорий. Устройств много. Хранение информации с этих устройств может быть где-то там неизвестно где, а может быть в централизованной базе. Так вот, централизованная база – это Google Fit. Фитнесу на Google I.O. был посвящен целый стенд, где лежали гантельки. И вы могли не только встать, присесть, но и покачать гантельку и посмотреть, насколько эта штука будет читать. Что такое Google Fit? Google Fit позволяет вам собирать ваши данные в централизованном месте. Например, мой телефон может читать мое количество шагов, но если я его забуду, мои часы будут читать количество шагов. А если я забуду где-то часы, или у меня их просто отберут где-то в переулке, то вот эта штука тоже будет что-то читать. Для того, чтобы все эти данные, которые собираются из разных источников, были как-то агрегированы в одном месте, и это не было хаосом, который говорит о том, что, боже мой, я наделал там 100-500 движений, я вообще безумный марафонец. Чтобы все это было адекватным, есть облако, так называемый Google Fitness Store, в которое собираются данные отдельно с мобильных девайсов, с wearable девайсов, отдельно с, может быть, показано на веб-браузере. Google Fit предоставляет три API на сегодня. Это API Sensors, это то, о чем я вам говорил, непосредственно датчики всех движений, прыжков движений. Это Recording API, это правила записи, которые говорят записывать тогда или в другое время. И это History API, который позволяет вам вывести историю ваших движений, вот теперь уже агрегированную из того центрального хранилища, а не просто разрозненную с датчиков. Итак, все эти три вещи прекрасно работают, они составляют экосистему Google Fit, и все хорошо. Что же будет нового? Зачем команда Google Fit еще существует? Чего они еще не разошлись по домам? Появятся новые API. Первый API – Bit2Bit. Ну, я думаю, что, в общем, это хит, как было, так и есть. В этих часиках есть датчик для измерения пульса. Скажите, кто измеряет свой пульс в фитнес-зале после тренировки? Есть такие люди? Круто. Честно скажу, я никогда не измерял, до тех пор, пока у меня не появились чисто с Android Wear. Но на самом деле это довольно-таки показательные данные. Так вот, для тех, кто следит за пульсом, будет выпущен API, который позволяет агрегировать эти данные, анализировать изменения в вашем здоровье в соответствии с изменением сердцебиений и давать какие-то рекомендации. Рекомендация – это, наверное, немножко Goals API, потому что, как вы уже видели, в Google Fit, как и во многих других фитнес-приложениях, вы можете видеть свою цель за день. Подвигайтесь 75 минут, пройдите 5000 шагов, что-нибудь еще в этом духе. Съешьте одно пироженка вместо трех. Тоже цель. Так вот, команда Google Fit анонсировала, что этой осенью они выпустят обновление, которое позволит вам собирать вот эти ваши среднестатистические или оптимальные целевые данные и предоставлять их в виде API для других приложений. Таким образом, вы как разработчик сможете имплементировать вот такой экран, поставив там свои цели в соответствии с теми данными, которые вам доступны. На самом деле данных будет больше, чем только шаги, потому что к нам придет со следующего слайда что-то. Да, последняя вещь, которую я хотел сказать про файл API, позволит собирать данные у незалогированных пользователей и позволит это все дело сохранять, скажем так, для более собранных сведений о пользователе. Так вот, да, что-то еще. Что-то еще? Ну, реал-тайм трекинг, я думаю, вы все видели. Сейчас Google прекрасно распознает даже без часов с помощью телефона, что вы ходите, бегаете, на велосипеде катаетесь, когда вы на самом деле не катаетесь на нем. Но он тоже запишет, что катаетесь. Есть такая штука, как Jim Activity Recognition. Это отдельная тема на самом деле. И самое интересное, что по камень скачать вот этот демо API еще нельзя, в бете нельзя его попробовать. Но Activity Recognition обещает многое. Оно обещает для тех, кто ходит в спортзал и занимается спортом целенаправленно, что вы не только сможете собирать статистику ваших сердцебиений, и не только сможете знать, что вы идете или бежите, но вы сможете знать, какое упражнение вы делаете и не вводить изначально. Например, здесь, как вы видите на экране, есть такой заголовочек Confirm, не Choose, как, в общем-то, по логике вы делаете, когда вы используете Google Fit сегодняшнего поколения, а Confirm, то есть Google Fit за вас узнает, что вы делаете, с помощью сложных алгоритмов, которые интеллектуально распознают ваши движения, подберет упражнение, которое, скорее всего, вы делаете, и подскажет. Сори за некачественный слайд, это просто фотография с демонстрацией Google Fit команды на Google.io. Они показывали вот то, что вы 5 минут тому назад или 10 делали в зале, они показывали это вживую. Разработчики Google выходили, брали гантельки, делали упражнения, например, бицепс curl, и после этого им часы показывали вот такую штуку, Confirm Exercise, и показывали процент. На самом деле там был процент и 80% для другой демонстрации, но вот вам, пожалуйста, есть бицепс curl, 100% и 0% того, что это дедлифт. Показывали на двух пока месте упражнениях, на дедлифте и бицепс curl. Но та штука, которая, в общем-то, грядет в ближайшее время с Google Fit, она на самом деле очень крута. Я думаю, что многие оценят, что не выбирать самому что-то там не клацать, а пользоваться и просто получать статистику, это здорово. Я подхожу к концу, и на самом деле это только начало. Всем большое спасибо. Давайте принесем в нашу жизнь больше экшена, больше действий. Давайте использовать технологии не только для того, чтобы работать и писать скучный код, а для того, чтобы жить более богато и ярко. И вы можете задавать вопросы? Или я уступлю мест над следующим докладчиком? Да, ребята, и кого есть вопросы, пожалуйста, задавайте их в микрофон. И вот у нас девушки есть, Тоня и Ольга, она будет помогать. Мы просто ведем онлайн-трансляцию сейчас, поэтому если ваши друзья и не смогли дойти в такую пасмурную дождливую погоду, можете, сбрасывая ссылочку, смотреть, также комментировать. Правильно ли я понял, что эти часы, они с симкой, и они не требуют телефона? Почти правильно, на 50%. Хорошо, теперь вот по поводу всяких медицинских штук, пульса и прочего. То есть, ну, пульс это как бы все интересно, но есть уже сейчас такие системы, когда ставят датчики на человека, но не важно, на сердце, как бы, да, и по Bluetooth это все, там, есть приложение под Android, под iPhone, как бы, да, и как бы онлайн-мониторинг, ну, там, врач за тобой следит, как бы система за тобой следит, ну, то есть, и можно ли будет написать такое приложение, как бы, под эти часы, которые, то есть, подключение датчиков дополнительных, то есть, тех, которых нету в самих часах, там, каких-то, неважно, как бы, да, ну, и сброс этой информации туда, куда надо, там, ну, то есть, как в режиме обычного смартфон-приложения, то есть, да, как бы мы собрали, а дальше делаем, что хотим. Да, можно будет. Есть так называемый нод с API, он уже существует в Android Wear 1, он позволяет вам подключать несколько часов и, в общем-то, несколько Bluetooth-устройств через BLE и передавать данные, в общем-то. Ну, не только часов, то есть, вообще устройств. Да, да, есть такая штука, да. В крайнем случае, вы можете написать там BLE, какой-то свой, грубо говоря, драйвер, да, который будет собирать данные с BLE, потом передавать в этот нос API. Добрый день, у меня два вопроса. Скажите, для написания, для часов круглых и квадратных нужно отдельно делать или это все автоматически делается? Это один вопрос. И также система гироскопа, там автоматически или это нужно писать отдельно? Ну, первый вопрос был насчет лейаутов, да, то есть, для круглых и квадратных часов нужно ли писать отдельно, либо не отдельно? Здесь во многом определяет ваше решение. Вы можете найти на Google Developers.com информацию о том, как правильно строить лейауты. Там есть как минимум три подхода, то есть, есть подход отдельного написания, есть подход использования Watch Face Stub Layout и есть Box & Set Layout. Подробнее о них и о конкретных способах я вам просто рекомендую почитать, потому что на самом-то деле проблема в том, что если вы используете Stub, Stub, то у вас два отдельных лейаута, просто они правильно мержатся, в случае, если у вас экран круглый или квадратный, да? То есть, вам там фактически приходится писать отдельно. Если вы используете Box & Set, то вы делаете квадратный экран, но при этом этот Box & Set, он правильно располагает этот квадрат, чтобы он не вылазил за пределы круглой activity. Это уже лучше, чем обычный квадрат, который вылазит от края, и где-то какая-то информация потеряется. Но какой конкретно подход выбирать вам, это зависит от вас, потому что дизайнеры рекомендуют для круглых экранов отдельно абсолютно имплементировать дизайн, потому что на круглом экране там как бы можно сделать все красивее. Для квадратного экрана, ну то есть как бы просто кросс, да? Для квадратного экрана там тоже можно как бы свои фишки разместить, например, уголки использовать. Да, Box & Set это такой быстрый способ сделать раз и для всех, но при этом этот способ, как и все универсальное, он универсальный, но не идеальный. И второй вопрос, пожалуйста. Гироскопы. Смотрите, насчет гироскопов, уже в R1 есть поддержка жестов. Поэтому, да, гироскопы там есть, там есть API, но вы можете при желании писать самостоятельно. Но если вам нужно, есть Gestures API, о котором вы можете почитать подробнее, честно вам скажу, я эту штуку не использовал, которая поддерживает многие вещи. Например, если вы, ну, возьмете часы, попробуете на них, там, как бы есть такая штука, туториал, да? Там есть туториал, который показывает, как можно листать страницы с помощью жестов. Есть, в общем-то, действия для Dismiss Notification, то есть нафиконтификацию посмотрели, Dismiss Notification вы можете просто жестом. И для кучи других вещей. То есть, как бы, может быть, вам просто подходит для вашего решения какой-то из готовых жестов. Да, да, вот еще желающий. Вот молодой человек хотел справа. Добрый день, мне такой вопрос. А смогут ли часы автономно детектить биконы или нет? Еще раз. Биконы детектить. Биконы детектить. Без телефона, сами, автономно. И вроде какую-то нотификацию. Хороший вопрос. Честно говоря, не знаю. Но знаю, что, опять-таки, есть и BLE, и доступ к API, которые вы можете сами имплементировать при желании. И, в общем-то, большинство решений, которые работают на телефоне, они будут работать на часах. То есть, тот же самый BLE можно вполне на часах использовать. И тот же Node-Z5, ну, Node-Z5 для других целей, но вот BLE, да, подойдет. Да, и в конце зала еще девушка хочет спросить. Можно такой вопрос насчет длинных лояутов? Почему нельзя было просто там использовать RecycleView, например? Или они еще не поддерживают? Хороший вопрос. Смотрите. На самом деле, вы можете вложить туда RecycleView. Длинные, ну, если посмотрите примеры, по-моему, там даже есть у них. Но, как бы, сам по себе вот этот длинный лояут, который предложен, он предложен для того, чтобы вы правильно его, как бы, совмещали с Navigation и ActionBar. Потому что, как бы, ну, это философия построения приложения, да. То есть, у вас верхняя часть, вы можете ее не кастомизировать, но вы ее можете встроить, в общем, в этот лояут. И, то есть, ну, правильный подход лучше всего брать, как бы, пример вот от Google и строить. Потому что ваше приложение тогда будет более естественно выглядеть. И, опять-таки, есть такая штука, как VariableListView, тоже очень прикольная. У нее специально, скажем так, преднастройки рассчитаны на использование именно с экраном часов. Там айтемы будут больше. И вот эти размеры, кстати, совсем забыл сказать, есть еще Material Design Guidelines для Android Wear. Только вот анонсировали. Ну, просто это чуть-чуть проскальзало. И там как раз описывается, почему именно VariableListView лучше, чем обычный ресайклер для решения этой задачи. Потому что там, как бы, размер и оптимизация под маленький экран. Ну, при желании, вы всегда можете написать обычное телефонное приложение, запустить. А мы, по-моему, так работали. Да, пожалуйста. Только если, пожалуйста, громче. В микрофон. Можно... Может, его надо потрусить там как-нибудь. Постучать. Да. Два вопроса, Костя. Вот ты говорил, что есть два способа. Ввод дай текст. Это через клавиатуру и при помощи пальцев ввода по экрану. Я так понимаю, что сейчас это приложение работает только с английскими символами, с английским языком. У меня вопрос, как тестировщика будет. Что будет в случае, если пользователь будет вводить русские символы по экрану? Ну, и, там, не знаю, если вдруг, как бы, будет написано сообщение английскими символами через клавиатуру, но не английские слова, как мы раньше писали смс, и будет отправлено, что произойдет в этом случае? Спасибо. Катерина, давайте протестируем. Я согласна, давайте. Да, смотри, на самом деле, с языками там вообще очень интересная история, потому что в Android N, который выходит одновременно с Android Wear 2, там анонсируют поддержку, как же это называется, мультилингвал, но только вы одновременно можете задать несколько основных языков в системе. Вот, и если они это, дай бог, перенесут на Android Wear, то там действительно будет каша. Ну, каша первое время, пока вы, как бы, не привыкнете. Но обычно это как работает? Выбирается преферед язык, которым работает голосовой ввод. И этот язык применяется для всех остальных способов ввода, за исключением кастомных, которых я не стал рассказывать, но вы можете написать свою, там, клавиатуру, которая у вас будет, например, вот, писать русским шрифтом, несмотря на то, что все остальное вводится английским. Вот, ну, как-то так. То есть, как бы, вот этот преферед настройок, она обычно есть. Спасибо. Да. Добрый день. А предлагает ли Google интеграцию с Chromebook часов? Вот, например, я хочу общий телефон исключить из своей линейки устройств. Часы и Chromebook. Знаете, мне кажется, это есть у Apple, а вот у Google я вам не скажу. Есть такая вещь, как Smart Lock. Smart Lock, который распознает, ну, как бы, анлочивание часов вашего, прошу прощения, анлочивание вашего телефона, если у вас рядом часы или какое-то Bluetooth устройство, которое вы добавили в доверенное. То есть, для телефона эта вещь есть. Насколько они Chrome-ось прокачают в ближайшее время? Я просто честно, я не пользователь Chrome-оси, я о ней только вот слышал и видел, да? Логично. Ну, приходило сообщение от Google, что там Google Play будет работать. Да, да. У них будет поддержка Android-приложений. С этой осени они анонсировали, что у них Android-приложения, в общем, без какого-либо там перестраивания, будут работать прямо в Chrome-оси. Ну, на Google Ио насчет часов и Chrome-буков ничего пока не было, да? Пока, к сожалению, не скажу. Спасибо.